Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал Переезд в Краснодар и в Краснодарский край. Канал для тех, кто планирует купить дом или квартиру в городе Краснодаре или в его ближайшем окружении. Напомню, что работаем для вас в радиусе 60 километров от центра города Краснодара, как с домами, так и с квартирами, с готовыми и со строящимися. А также еще работаем с вами в сторону Азовского побережья, в сторону, это уже 120 километров от Краснодара, Каневской район и в сторону туда Приморско-Ахтарска. Поэтому, если планируете приобрести, купить дом или квартиру в том направлении, также прошу к нам обращайтесь. Мы работаем для вас тоже, как агентство недвижимости. Сегодня мы находимся с вами в поселке Знаменском. Это 10 километров от города Краснодара и относится данный поселок к городу Краснодар. У вас будет городская прописка, ну и все, что с этим связано. Будем смотреть с вами дом 2013 года постройки на земельном участке в 6 соток, дом полностью кирпичный. Что касается самого поселка Знаменского, то здесь школа у нас находится в 5 минутах езды на школьном автобусе, работает школьный автобус по поселку. Много всякой инфраструктуры. Есть магазины, большие, маленькие, пятерочки, магниты, частные услуги, типа там разных парикмахерских. Есть фитнес-центр, есть мелкие услуги, все, которые необходимы для ближайшего пользования. Вот все здесь по поселку есть, по центральным проездным улицам. Но все остальное, и понятно, что отсюда все ездят на работу. Сам Краснодар и со стороны Краснодарского округа, пожалуйста, сюда все вашему ближайшему вниманию. Домик, который будем смотреть также перед вами. Ширина фасада здесь порядка 14 метров, забор на фундаменте, забор кирпичный, входная калитка, идет далее бетонированная площадка с заходом в дом и откатные ворота в правую сторону для заезда под машину. Площадка предусмотрена для заезда двух машин на территорию дома. Давайте обойдем дом со всех сторон, ну и, соответственно, перейдем к осмотру самого земельного участка. Как достопримечательность, куда здесь погулять, да, и такое место здесь в Знаменском строится, построен жилой комплекс большой. Там у нас есть парк, да, парк называется Родные просторы по одноименному названию самого жилого комплекса. Потихоньку мы с вами обошли за дом, есть такое пристроенное помещение. Ну, давайте все-таки перейдем к осмотру самого земельного участка. Из фруктовых деревьев здесь есть у нас черешня, вишня, яблоня. Предусмотрены вот такие арки, сидели здесь, где-то еще остались сидеть, ну, арки под розы, под какие-то плетущиеся растения. Ну, и, собственно, вот мы переходим с вами, да, к осмотру, проходим по всему земельному участку. Сейчас уже собственники у нас переехали. Дом стоит на продаже, полностью подготовленный, пустой. Ну, вот, участок по лету, конечно, нужно косить. Смотрите, туи, да, декоративные растения какие-то посажены. Также бетонированная площадка здесь установлена, залита. Это под бассейн. Здесь и водичка сюда также выведена, да, видите. С левой стороны от меня расположился на фундаменте облегченной постройки, это сарай. Ну, собственно говоря, весь участок мы с вами осмотрели. Все-таки 6 соток, 4 сотки, да, разница, она видна. И по сравнению вот с небольшими домиками, с небольшими участками мы смотрели дома сегодня там на 4 сотках, 4,5, 6,5 соток все-таки уже ощущаются. Итак, переходим с вами к осмотру самого жилого дома. Так, ну что, возвращаемся мы с вами к фасаду дома. Для того, чтобы можно было про него поговорить и заходить повнутрь. Значит, смотрите, друзья, важный момент. Земля замежевана, дом стоит на кадастровом учете, привязан. Дом у нас 2013 года постройки, документы все в порядке. Полная стоимость по договору, по депотеку. Все это подходит, никаких занижений по стоимости и разбивок здесь не нужно будет делать. Это тоже очень важный такой юридический момент для многих из вас. Теперь обращаю тоже ваше внимание. Ну что, дом у нас двухэтажный, второй этаж по мансардному типу. Дом полностью кирпичный, внешняя, внутренняя истена. Дом на фундаменте, как обычно, ленточный фундамент, цоколь, плита, ну и строительство дома. Крыша накрыта металлочерепицей. Фронтоны у нас подшиты профлистом и сделана система водостока. На улицу выведена вода, по коммуникациям подключены здесь свет, вода. Отопление в ДНТ Знаменский, в поселке Знаменском, оно в большинстве своих случаев это электроотопление. Газ, либо газгольдер здесь вставляют, либо дизельное отопление используют. Ну, пользуются вот в таком формате. Ну что, заходим в дом и приступаем к осмотру дома внутри нашего большого двухэтажного площади 142 квадратных метра. Ну что, давайте с самого начала заходим в центральный вход. Здесь у нас есть пристроенное крыльцо. Площадь данного крыльца, отопления здесь нет, холодное крыльцо, бетонированный пол, кирпичные стены. Площадь помещения 7,5 квадратных метров. Далее мы заходим в прихожую. Площадь прихожая, она такая вот с заворотом. Здесь составляет у нас 17 квадратных метров. Хорошо здесь расположится и шкаф, все, есть куда чего поставить, много места. Высота потолков здесь у нас порядка 2,80. С правой стороны расположилась первая жилая комната. Жилая комната первого этажа. 17,4 площадь данной комнаты. Далее на полу лежит ламинат, стены оклеены обойной, потолок натяжной, глянцевый здесь. Далее мы с вами переходим к осмотру кухни. Кухня здесь площадью 13,4 квадратных метра. Нет формата кухни-гостиной, потому что дом 13-го года тогда это было не модно. Просто большая, хорошая кухня. По конфигурации здесь ближе к квадрату, поэтому она не узкая, она широкая. Хорошо тут расставится мебель и, собственно говоря, можно и шкаф, и можно и телевизор на стену сюда повесить, да, и диванный уголок разместить. Далее сюда смотрим. Здесь у нас расположился санузел. Площадь санузла составляет почти 5 квадратных метров, 4,9. Санузел первого этажа совмещенный, стены облицованы кафелем, на полу также лежит кафель. Сантехника установлена, потолок в черновом варианте надо установить натяжной. Далее, если идем прямо, то попадаем в зону котельной. Здесь расположилась бойлерная, у нас есть котелное электроотопление, есть котелный газ. Он подключался через топочную к газовому оборудованию. Но напомню, что с газом вопрос здесь решается. Ну и на воду работает водонагревательный бойлер. На полу в помещении лежит плитка, здесь предчистовая отделка, стены без отделки, скажем так. Далее у нас есть выход на веранду, террасу, как будем ее называть. Площадь данного помещения 11,5 квадратных метров, кирпичная пристройка. Здесь струйка, везде у нас окна вот с защелками, они проветриваемые. Да, вот это открывается здесь. Также это все открывается в разные стороны и будет такой приятный сквозняк на веранде. Ну, такая пристроенная веранда-терраса. Ну что, первый этаж мы с вами весь осмотрели. На первом этаже у нас кухня, жилая комната, санузел и выход на улицу, выход на террасу. Далее мы по бетонной лестнице поднимаемся на второй этаж. На втором этаже у нас будет три жилые комнаты и зона санузла. Напомню, что стоимость объекта составляет 8 миллионов 200. Дом полностью кирпичный, 142 квадратных метра. Давайте будем смотреть первую жилую комнату. Комната площадью 10,8 квадратных метров. Стены оклеены обойми, потолок натяжной и глянцевый. На полу лежит ламинат. Установлены на втором этаже сплит-системы по жилым комнатам. Вторая комната, комната-близнец. Она тоже площадью составляет 10,8 квадратных метров. Второй этаж у нас мансардного типа. Находимся мы, напомню, в поселке Знаменском, город Краснодар сегодня. Далее по планировке буду идти, чтобы не смещаться. Здесь расположилась у нас зона санузла. Но ванную комнату, душевую, здесь не устанавливали. Здесь установили вот в таком формате кладовое помещение. Но поскольку канализация, вода, все сюда заведено, то душевую кабину или ванну, если она нужна на втором этаже, пожалуйста, можно организовать. И третья у нас осталась комната. Комната большая, 25 квадратных метров. Комната с кабинетом, будем так называть. Ну, вот сюда вот с таким выступом отдельно для рабочей зоны. Потолок здесь также натяжной, глянцевый по помещению. Лабинат лежит на полу, стены под поклейку. Обои, честно говоря, друзья, требуют косметического ремонта. Я бы обои все, конечно, здесь убрала и переклеила, освежила. В целом, при наличии свежих обоев, дом будет, конечно, иметь совсем другой внешний вид. Ну что, дом мы с вами осмотрели весь полностью. 142 квадратных метра у данного жилого дома в двух этажах. Коммуникации подключены. Свет, вода, здесь скважина. Канализация септик, септик на 5 кубов. Возможность подключения газа. Газовый котел установлен. Можно газкульдер установить, но соединить дом будет, газовое отопление. Если такой объект вам подходит, пишите, звоните. С удовольствием покажем, уже на месте все расскажем. Если вы планируете купить дом или квартиру в городе Краснодаре или в Краснодарском крае, а также в сторону Азовского побережья, в сторону Приморска-Ахтарска, подписывайтесь вот сюда на наши уведомления. Для вас выходят новые обзоры. Ну и, конечно, чтобы купить дом или купить квартиру и быть в курсе событий, важно следить за новостями. Они у нас в телеграм-канале. Ссылочка для вас всегда ниже. Если не подписались, рекомендую подписаться. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости и компромиссов.